Так, всем привет, а у нас новое видео и у нас совершенно случайно оказался в наличии парметр. Приехал хороший человек Дмитрий из Молодечно и предложил проверить какое у нас освещение. Как раз-то и проверим мы Чехирос новую, проверим радиум-светильник, ну точнее забегая чуть вперед скажу, что мы уже проверили и значения знаем, но на видео как раз-таки тоже покажем, какие значения будут в свою очередь присутствовать под Чехиросом, под радиумом проверять будем парметром, который апогей SQ420. Он меряет освещенность в диапазоне длин волн 410-655 нанометров и собственно там остаются какие-то хвостики, те же самые ультрафиолет, тот же самый красный канал. Но, я думаю, для общей какой-то картины, для понимания того, что из себя представляет светильник, его вполне за глаза достаточно. По какой причине? По той причине, что совсем прям полноспектральный этот фотометр, говорю, этот парметр, он там около 600 долларов стоит. Этот же в свою очередь, он стоит 250 и для домашнего использования, я бы сказал, ну я думаю, он на 99,9 закрывает все потребности вот именно такого аквариумиста-любителя, которому необходимо знать, какая у него освещенность в аквариуме для того, чтобы выращивать те же самые каналы. И нету какой-то вот именно такой супер космической переплаты просто вот за как раз-таки вот эти вот хвостики в начале и в конце спектральной этой диаграммы. Ну, погнали, сейчас посмотрим, что у нас будет показывать. Вот это сам датчик, транспортировочная, такая защитная крышечка на нем для хранения, для перевозки. И сама программа, которая меряет те же самые пары. Вот видно, тут показано 0, там 0,1, 0,3 может показываться. И проверили, посмотрели, прикольно. Когда, да, вот видно, палец закрыт, 0, убираем, он сразу начинает что-то определять. Сама даже вот эта вот вроде как и непрозрачная крышечка, но он все равно что-то еле-еле-еле улавливает. Вот пальцем закрыли, опять 0. Ну, прикольно. Начинаем мерять, и сейчас как раз-таки буду вам показывать, что из себя представляет чехироснова на том цикле, который у меня выставлен был в пике. Что из себя представляет нова на 100% мощности и на определенных пресетах. Тоже забегая вперед, скажу, что светильник меня приятно удивил. Все, начинаем замеры. Снимаем защитный кожух этот, и видим в левой стороне то, что как раз-таки сенсор уже начал улавливать какие-то значения. Если мы чуть ближе подносим к аквариуму, значение меняется. Отодвигаем, опять-таки тоже значение меняется. Далее начинаем смотреть, что показывает данный сенсор под самим светильником, не залазя в воду. Значение первоначально проговорюсь. Вот я сейчас покажу. Вот это настройки новые. На данный момент видно то, что только роялы и синие диоды работают на 50%. Остальные диоды работают на 20% либо 10%. То бишь какая-то общая мощность, я не знаю, но далека от того же самого максимума. Это вот тот уровень. Давайте я даже, возможно, поставлю вот сюда, чтобы это тоже было видно. Значение по каналам. Ставим. Это у нас сенсор располагается над поверхностью воды, под светильником. Видим 970, 990, 1010 пар. На мой взгляд, значение просто реально классное. Но это выше, это где-то сантиметра на 4 выше поверхности воды. Далее располагаем сенсор вот прямо на поверхности воды, но не утопленный под нее. И видим, что значение пар, вот это касательно того, какая высота подвеса светильника должна быть. Вот разница значения просто-напросто упала в два раза. Даже больше, чем в два раза. Далее мы утапливаем светильник под воду. На данный момент светильник располагается на сантиметр ниже поверхности воды, посередине аквариума. Значение пара мы видим 300. Вот 300, 310, 315. Также, ну как бы, я вижу, что прибор достаточно точный. По какой причине? По той причине, что мы чуть-чуть наклоняем его. Значение резко начинает падать. Мы его отклоняем в другую сторону. Значение опять резко начинает падать. Поэтому, когда мы производим замер освещенности, мы направляем сам датчик всегда в сторону светильника. Ну и видим то, что вот на поверхности воды, под ней буквально там пару сантиметров. У нас значение, ну вот условно говоря, 290-300. Далее мы опускаем парметр на высоту 10 сантиметров. Значение пара у нас становится, условно говоря, 185. Опускаем еще на 10 сантиметров. Значение пара у нас становится 100. Опускаем еще на 10 сантиметров. 90-90. Далее я уже ниже, прямо посередине опустить не могу датчик, поэтому мы пойдем в переднюю сторону. Мы располагаем датчик на уровне наших кораллов. Мы смотрим, какая освещенность у нас как раз-таки в районе колоний кораллов. Видим 100. И это у нас, я бы сказал, примерно где-то 12 сантиметров от дна. Аквариум при этом у нас высотой 45 сантиметров. Потому что погружение примерно на 30 сантиметров под воду. Далее мы опускаем датчик под самое дно. Единственное, я не могу его нормально направить. Но вот вроде получилось. Видим то, что практически у дна значение освещенности 80. Я бы сказал, в принципе, на мой взгляд, интересно. Единственное, что мы увидели, и это действительно выглядит прикольно. Я вот как-то даже не задумывался. Хотя логично то, что отражение и освещенность будет выше. Вот, если мы посмотрим, как у нас значение освещенности вот тут. Это, условно говоря, наша середина аквариума. Мы видим то, что тут у нас 110 этих вот юмоли освещенности. Чем дальше мы начнем уходить к боковым стенкам. Я думал то, что освещенность, она наоборот, должна падать. Так как нет прямого света и, соответственно, должно меньше значения отображаться. А в действительности, как оказалось, нет. Отраженный свет от стенок аквариума, он увеличивает освещенность. Вот это действительно прикольно. Поэтому я сделаю вывод, что при достаточном освещении, при правильно настроенных светильниках, в плане их количества, в плане зоны засветки, как раз-таки тоже этот момент надо учитывать. Иногда мы хотим поставить в самый уголок коралл, там ему света будет поменьше, как мы считаем. А в действительности может оказаться, что наоборот, мы его прям в самую горячую точку можем засунуть. Вот видим то, что у нас сейчас 118 значения. Еще приближаемся к боковой стенке, видим значение 156. И еще приближаемся, и видим значение 162. Хотя в действительности, вот видите, буквально 2-3 сантиметра от боковой стенки у нас располагается датчик. И это действительно прикольно. Можно подумать, что, возможно, у меня направлен в эту сторону светильник, но нет. Мы вот сюда отводим и видим ту же самую ситуацию. От центра, смещение от центра, рост интенсивности освещения, он также присутствует. Руку уже ломать не буду дальше, задвигать прямо к стенке. Но ситуация полностью аналогичная тоже. У стенок боковых в аквариуме под новой, ну может кто-то поправит, конечно. Но под новой освещение по краям, не прямо в самом центре под светильником, а по краям этого светильника интенсивность освещения увеличивается. Далее, 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 далее. Мы рассмотрим вариант. Тут видно, что тут у нас это мой суточный цикл. Также мы сейчас перейдем в само приложение на вкладку мануал. И на вкладке мануал тут видно, тут есть несколько настроек. Есть Олл, это когда все диоды горят одинаково. Есть ЛПС и есть СПС. Ну это так называемые эти пресеты, которые предлагает Чехирос. Вот, собственно, по этим пресетам. Сейчас мы пробежимся, мы посмотрим, что из себя представляет этот светильник в плане освещения, в плане вот этих юмолей. На максимуме работы всех диодов и на тех же самых пресетах, которые предлагает программа. Включаем Олл и все полностью диоды у нас поднялись на 100% по мощности. И проводим все то же самое. Ставим светильник на светильник, а датчик буквально на 5 мм над поверхностью воды. Видим то, что в данном режиме светильник выдает 1450 вот этих вот юмолей, я как понимаю, от этих же самых паров. Ну, на мой взгляд, это прикольно. Опускаем на сантиметр светильник под воду. В сантиметре над поверхностью воды данный светильник выдает 850 пар. Вводим в стороны. Вот видите, тут подтверждается теория о отраженном свете. Пока отражения света нету, в сантиметре над поверхностью воды его и не может быть как такового, У нас количество освещения, сдвигаясь от центра, оно меняется в меньшую сторону. Ну, опять-таки смотрим. Вот тут вот сантиметр над поверхностью, условно говоря, 850. Опускаем опять-таки на 10 сантиметров под воду. Значение у нас получается 460. Ну, 480. Ну, примерная цифра, я думаю, видна. Далее опускаем на середину аквариума. Это вот примерно где-то 22 сантиметра под водой. Освещенность 280, 290. По-моему, классно. Опускаем еще. 270, 260, 270. Передвигаем к передней стенке. Те же 280 даже. Так как вот видно, что отражение от переднего стекла, отраженный свет, он также присутствует, также действует на датчик. Растет значение. И опять немножко сдвигаем в сторону. Видно-то, что 400. 420, 430. Если смотреть потребность по вот этим вот юмолям у различного рода кораллов, то, насколько я помню, может, Дмитрий тоже подскажет, напомнит. Для СПСов значение, приемлемое значение роста, оно равняется 200-350 тех же самых пар. Если смотреть ЛПС, то по ЛПСам у нас идет, в свою очередь, значение от 75 до 150, что видно, что этот светильник, в принципе, будет справляться. И если смотреть мягкие кораллы, которые, как правило, люди любят сажать на дно, вот именно на нижний уровень, то для них значение 50-75 юмолей. Далее, что мы делаем, мы выбираем пресеты. Поднимаем наш датчик, опять-таки, на 5 миллиметров над поверхностью воды. Видим, что значение было, которое вот 1410 примерно, вот оно примерно такое и есть. Выбираем пресет ЛПС. У нас, в свою очередь, изменилось значение по каналам. Там видно то, что часть каналов работает на 100%, а часть каналов на 15-20%. И над поверхностью воды мы в данном пресете, он становится такой более голубой, более под флюр направлен. В данном режиме светильник над поверхностью воды начинает выдавать 900, 990 тысяч упа. Опускаем на 10 сантиметров его. Значение по парам становится 420. Опускаем еще на 10 сантиметров. Значение в парах становится 240. Опускаем еще на 10 сантиметров. Значение становится 190. Переходим к переднему стеклу точно так же. Это у нас где-то, ну, сантиметров, наверное, 8, не доходя до дна. 8,10. Значение в парах становится 190. Здесь пробуем немножко крутить. Смотрим. Да, видно то, что значение меняется. Меняется. У нас становится 220 даже. Начинаем сдвигать в сторону. 270. 315. 315. Раз не смотрели еще. Давайте посмотрим заднюю стенку, что будет представлять на задней стенке светильник. 595. А на этом же уровне передняя стенка. 390. Ну, вроде по центру висит светильник. Грузинец. 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 Чуть-чуть назад больше. Ну, значит, возможно, да. Дмитрий подсказывает то, что смещен назад, и отсюда как раз-таки вот идет большая освещенность. Следующее. Выбираем пресет SPS. И у нас немножко меняются значения по каналам. Уже флюр немножко не так присутствует. Меньше синего. Больше белого и других цветов. И опять, забегая вперед, скажу, что интенсивность освещения на режиме SPS выше, нежели на режиме LPS. В 5 миллиметрах над поверхностью воды 1100 пар. В сантиметре под водой 740 пар. 10 сантиметров. Но примерно, повторюсь еще раз, примерно 10 сантиметров примерно под водой. 250 пар. Еще 10 сантиметров под воду уходим. 270 пар. Еще 10 сантиметров. 220 пар. Еще чуть ниже опускаем. Ну, приходим к этому, к переднему стеклу. Которого, скорее всего, идет отражение. Становится 240 пар. И вот примерно в 6-7 сантиметрах от дна. То бишь, это ориентировочно сколько у нас получается? Ну, где-то 36-37, наверное, сантиметров под водой. У нас получается 220 пар. Опять двигаемся в сторону. Смотрим значение на наших колониях. 200, даже 300 пар. Отражение от стекла. И вот оно растет. 340. У бокового стекла 340. Задняя стенка наша. 680. Вот, в принципе, наше значение. И возвращаемся опять в наш суточный цикл, как он у нас и работал. Еще раз смотрим для себя. Делаю какие-то выводы на уровень наших LPS. 110 пар. Можно теоретически приподнять его немножко. Смотрим тут. Те же 110 пар. Смотрим тут. Те же 110 пар. Смотрим тут. 90 пар. Тут чуть больше у переднего стекла. 150 пар. Ну, в принципе, по освещению. Те же. Опять сюда нам тоже интересно. Давайте посмотрим. Вот тут. Тоже 140 пар. Ну, как вывод какой-то предварительный, промежуточный. Могу сказать, что парметр штука офигенная. По светильнику. По Чехиросу. Ну, я думаю, тут даже выводы мои какие-то не нужны. Каждый сделает выводы для себя сам. Но то, что я вижу, светильник прикольный. Светильник, он действительно мощный. С большим запасом по мощности, я бы так сказал. Поэтому, если кто-то рассматривает данный светильник. В частности, что он из себя представляет. Брать его, не брать. Ну, наверное, вот эти замеры как раз таки будут каким-то определенным подспорьем. Покупать его, либо не покупать. Я бы однозначно сказал, что покупать. В принципе, это вот то, что хотел сказать по Чехиросу. А сейчас мы еще посмотрим, что из себя представляет светильник радио. Украинского производства. Также посмотрим, какие замеры. И посмотрим, что из себя представляют те же самые LED-бары. Китайские. Никакие не фирменные, а обычные китайские LED-бары. Заказанные на Алиэкспрессе. Длиной 90 сантиметров. Мощностью 81 ватт. Поэтому, сейчас... Давайте посмотрим на второй, на большой аквариум. Так, а это у нас уже большой аквариум. И тут мы уже будем проверять светильник радио и китайский LED-бар. Перенастроили мы пиковое значение. Чуть-чуть приподняли. Рояловский канал. Уже там прям до ночи, который будет по процентам светить. Ну и в пике у нас стало 50% белых диодов. 80% фиолетовые. 95% роялы. 90% синие. 70% зеленые. 20% желтые. И 5% красные диоды. И сейчас посмотрим, какое значение по интенсивности у нас в свою очередь уже будет показывать парметр. Как и прошлый раз. Выставляем датчик на 5 миллиметров над поверхностью воды. Видим значение 335. Опускаем на сантиметр под коду датчик. Видим значение 250. Примерно 15 сантиметров под водой. Значение 150. Это 25 сантиметров под водой. Значение 130. 10 сантиметров от дна. Значение 80. 85. 95. Повернул чуть-чуть датчик. Ну, 90 усредненно. И на дне у нас становится 75. Один циреса подносим к переднему стеклу. Нету такого значения. Смотрим по колониям нашим. Филька 120. 130 пар. 80. Ближе к светильнику. 130. 130. 160. 190. 190. 180. 205. Но это ближе уже к поверхности воды. Это то, что показывает светильник радио. Но надо сразу ответить. Смотрим заднюю стенку. Тут меньше. Делаем вывод, что светильник одного радиома точно не хватит на ширину аквариума 60 сантиметров. Вообще, с Димой задавал вопрос. Он сказал, что должно хватить. Может, конечно, его надо поднять выше, но все равно пара от этого станет меньше. Поэтому, если у вас аквариума 35-40 сантиметров, что очень редко в морских аквариумах, одного радиома вам хватит. В остальных же случаях надо ставить два светильника рядом. А тут уже возникает вопрос в плане стоимости такого света. Это первый момент. Ты второй, наверное, самый минус. Я озвучу. И, как бы, Дима, если ты посмотришь, это, конечно, для тебя это огромный минус. Я не понимаю, почему это так происходит. Но косяк заключается в чем? Мы первоначально, перед тем, как снимать вот эту вот часть ролика, выставили интенсивность по диодам фиолетовая на 90%, синие и роялы на 100%. И буквально через где-то одну-полторы минуты после работы светильника в таком режиме он просто начал моргать. Насколько я понимаю, что-то в светильнике перегревается. Ну, а тут, как бы, возникает вопрос. Ну, как-то так. Можно все каналы поставить на 100%, а они не работают. Ну, вот это, я бы сказал, это просто какой-то пипец-пипецкий. И как-то, откровенно говоря, не ожидал увидеть такой результат. Что мы сделаем сейчас? Мы сделаем сейчас включение LED-бара. Мы отключим светильник радиум. У нас начнет гореть только LED-бары. Мы посмотрим, какие значения по парам выдает китайский LED-бар. Так, вот эта картинка у нас только под LED-баром. Это наш китайский LED-бар. Ссылку я, в принципе, на него скину и на его характеристики, в принципе, тоже посмотрите. Он у нас висит в передней части аквариума. Точно так же мы располагаем датчик под этим LED-баром и видим, что 5 мм над поверхностью воды датчик и начинает показывать 315 пар. Что уже, в принципе, для досветки очень даже интересно. Погружаем датчик под воду, видим значение 175-180. Чуть-чуть вводим датчиком, смотрим, как меняется. Ну, видим то, что меняется. Находим максимальную точку. Ну, вот. Да, вот мы ее споймали. Далее опускаем примерно на 10 процентов. На 10 процентов, говорю, на 10 сантиметров датчик видим 150 пар. Еще на 10. 105. Еще на 10. 120 показывает. Давайте поводим, посмотрим, как у нас датчик работает. Не датчика, а сам LED-бар, докуда он достает. Вот. Ну, вот видна его интенсивность. Вот у колонии у той же самой и у физии. Мы видим, ну, вот 80 пар. Вот тут, между колониями, мы видим 70 пар. Вот тут. 125 пар. В районе и у физии наших. Тоже 125. Около клавулярии 180. Но это выше поверхности воды. Ну, и тут видим около 40. На это свет. Давайте так сделаем. Ну, вот где-то 56. Смотрим дно. Вот тут. Видно, вроде как, что уже не достает LED-бар до сюда. Ну, смотрим. 30 значений по парам прямо у лобового стекла. Сдвинуть на 5 сантиметров. Нет, все равно 30. Тут тоже 30. Около Дункана. Тоже 30. 10 сантиметров от дна на лобовом стекле. 33, 34. Ну, в принципе, значение неплохое. И сейчас что мы сделаем? Это мы включим опять-таки радиом-светильник. В суточный цикл будет работать LED-бар. И мы посмотрим на общую интенсивность освещения уже от двух светильников. От радиома и от LED-бара. Все, включили светильник. Уже настроив его, включили LED-бар. И что мы видим? Ставим точно так же. Полсантиметра над поверхностью воды. Пар у нас стало 500. Это ровно середина аквариума. Пробуем заводить чуть вперед, ближе к LED-бару. Это, я бы сказал, 20 сантиметров от передней стенки. Видим то, что пары у нас стали 690-700. Ну, тут уже начинает падать, когда то, что LED-бар, как я понимаю, он такой малый угол имеет по рассеиванию света. И бьет вот именно как линии одной. Ну, смотрим. Опускаем на полсантиметра под воду на поверхности воды. Мы видим то, что у нас 300... 320, 340, 350 пар. Это какое-то такое среднее значение. Опускаем на 10 сантиметров под воду. 285. Еще полсантиметра. Вот, 10 сантиметров. 230 пар. Идем к передней стенке. 180 пар. 10 сантиметров от дна. 125. И на дне у нас становится... 110 пар. Смотрим. Дункан. 105. 110. Эуфилия. 170. 190. Две колонии. Наши филик. 220. СПСики наши. 200. 200 получается. Еще раз СПСик наш смотрим. 270. Эти колонии. Эуфилии. Сейчас повозьмось, чтобы не мешала рука. Вообще, 280. Надо ниже эуфилии садить. Такое чувство, что... Бластамусы 130-140 пар Там где клавулярия Вообще 400 пар показывает У поверхности воды В принципе То, что мы видим по освещению Ну и как итог, наверное Уже второй части С радиумом и с китайским LED-баром Могу сказать, что радиум Икровенно говоря, у меня вызвал вопросы Неприятные вопросы Буду задавать вопрос Диме Как-то так И что надо делать Возникает вопрос Действительно по ширине Которую этот светильник может покрывать Ну а касательно китайского Этого LED-бара Могу сказать, что как досветка Можно совершенно спокойно его рассматривать Хорошее значение По освещенности он выдает Картинка под ним тоже красивая Поэтому, если кто-то думает Чем досветить себе аквариум Чтобы дополнительные источники света появились В плане равномерности освещения Ну вот LED-бар могу советовать Так, в принципе, все Вот то, что хотел показать Спасибо всем за просмотр Спасибо большое Диме За то, что предоставил парметр Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok